почему нужно нам молиться день и ночь здесь христос говорит об этом что нужно молиться и не унывать потому что есть какие-то духовные законы даже которые не до конца они понятны вот например я тоже не могу до конца понять в духовном мире что случается что бог говорит что нужно молиться вот нужно молиться была ситуация что седьмом году мне было сказано сын мой враг хочет положить тебя на наковальню и лишить тебя надежды надежда это сила это сила потому что я надеюсь завтра встану сделаю то и то то и то но я даю совет тебе найди людей которые бы молились бы за тебя и я вступлюсь и вот мы мы служителям и были в портланде это было сказано и мне было интересно мы едем назад и говорю братья как это понять если бы было сказано что есть грех какой-то что нужно покаяться а то просто враг решил положить на наковальню и вот почему я служу богу почему он должен меня лишить надежды лишить здоровья почему это а самое интересное что было сказано и тогда спросишь господи за что за что а я советую тебе найди людей которые молились и я вступлю ответа нет за что и и бог говорит что спросишь за что и и пастор говорит мне говорит все вот молитвенная группа бери будешь ответственный и проси чтобы за тебя молились и вот я каждый раз когда мы собирались я им рассказал это все и просил чтобы молились чтобы за меня молились и дома молитесь и я просил и говорил господи ну если что то есть открой какая причина почему враг должен это делать и прошло время я строил дом накрыли крышу рубероидом и дождь пошел я стою капает я полез наверх чтобы накрыть чтоб не капала вода поскользнулся и пошел вниз головой 22 фита все я я пришел в себя в скорой помощи спрашиваю сына где я он говорит скорой помощи говорю что со мной случилось пастор знал он знал это откровение он знал не помню сколько год прошел или сколько вот эта молитва была не помню и понятно он понимал что со мной случилось и когда привезли в госпитале я в скорой помощи вот это спросил и потом сказал что то нога болит я пошевелил ногой и отключился опять я пришел уже в сознание в госпитале когда уже все сделали вывезли меня я пришел себя и спрашиваю жены что случилось что случилось что случилось ты упал с крыши я не помню потом начало приходить что я помню как я только съезжал и там уже пошел внизу головой и я начинаю вставать они лежи не вставай понятно зная и жена знала это откровение все но я встал раз все нормально целый здоровый все нормально и поехал домой понятно объявили по всех церквях а у нас как раз завтра надо ехать в канаду мы всей семьей ехали и мы уехали на недельку приезжаем сосед наш смотрит а где вы были ну в канаде так я в церкви заявляю что где-то не стало что что-то упал и где-то исчез или в госпитале или где я говорю слава богу нам было хорошо там молились за нас все и когда через время был пророк я не помню его имя он приехал тогда он был слепой и было сказано что враг хотел причинить зло но я выслал ангела моего и он опустил тихонечко мы их не видим поэтому есть ситуации когда нам нужно всегда молиться мы не знаем что нас ждет вы представляете если бы я не не поехал на это братское если бы мне не было сказано никто бы не молился что со мной было бы поэтому не все мы знаем это хорошо когда бог открывает мы имеем преимущество что есть сосуды и бог открывает и тогда мы можем молиться а в людей нет у них нет этой возможности чтобы узнать что с ним и может случиться поэтому нам нужно всегда молиться и не унывать чтобы наши чаши всегда были наполнены чтобы что нас не ждет впереди бог мог взять наши молитвы и вступиться вступиться за нас и а и и и и и и и и и